Продолжается серьезный приток трудовых мигрантов в Россию. Это проблема в пятерке самых обсуждаемых в современном обществе на всех уровнях. Наша страна и Тверской регион, в частности, многонациональный социум. Но это не отменяет понятие коренного населения, традиционных культур, государственного языка и принятых в нашем обществе норм поведения. Как сделать так, чтобы и временно проживающие в России, и те, кто получил гражданство нашей страны, деликатно и ответственно относились к своим обязанностям, которые возникают после получения соответствующего статуса. Об этом прямо сейчас. Россию любят, на Россию надеются, Москву боятся, а в Тверь стремятся. Наш город дает деньги и работу тысячам легальных, а порой и нелегальных мигрантов. Наша страна стала настоящим профтехучилищем для приезжающих в Россию, порой без знания языка, традиций нашей страны и зачастую без профессии. Но это только одна страна медали, другая показывает еще более неутешительные факты. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России за январь-июль 2023 года, выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до почти 11 тысяч. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на заседании комиссии Совбеза страны по вопросам миграционной политики осенью прошлого года. Однако ростом преступности проблемы с наплывом мигрантов не исчерпываются. Россия может утратить свою культурную идентичность в случае, если традиции миллионов приезжих начнут доминировать. Об этом предупреждает патриарх московской всея России Кирилл. Но, к сожалению, пока наша страна вынуждена привлекать иностранную рабочую силу. Однако, как сказал президент России, интересы коренного населения должны быть в приоритете. По словам Путина, мигранты должны соблюдать российское законодательство, а также уважать традиции народов России. Однако пока не всегда удается достигать такого баланса, что порождает массу проблем. Например, в системе образования. Ведь чем больше семей мигрантов приезжает в Россию, тем заметнее увеличение числа их детей в российских школах. Об этом говорят директора и учителя некоторых образовательных учреждений, а также сами родители. Все у большего количества людей вызывает беспокойство тот факт, что участились инциденты в школах, где дети мигрантов нередко ведут себя достаточно агрессивно. Нарекания есть и к учебному процессу, поскольку полноценным он быть не может, если ребенок плохо знает русский. К сожалению, мы видим, что большого желания активного со стороны многих приезжих, особенно представителей Средней Азии, такого желания не наблюдается. Мы это видим по жалобам учителей, по жалобам руководства наших школ, когда дети мигрантов приходят и вместо того, чтобы углубленно стараться изучать русский язык, часто не имеют даже базовых навыков разговорного русского языка. Что, конечно, затрудняет обучение как самих отпрысков мигрантов, так и, конечно, явно не способствует успешному обучению детей представителей коренного населения. В России сейчас находится около миллиона одних только таджиков, и это очень разное сообщество. Например, советское поколение те, кому за 50, чаще неплохо говорит по-русски, лишь с небольшим акцентом. А вот с молодыми беда, говорят эксперты. Там и родной-то язык часто далек от совершенства. Несмотря на гарантированную Конституцию общей доступности образования в России, дети мигрантов, для которых русский не является родным, увы, не торопятся его изучать. Да и взрослые тоже этим зачастую не занимаются. Трудовой мигрант приезжает, чтобы заработать, и первая школа русского языка для него — это нередко строительная площадка. Собственно, и своих детей они не могут научить хорошо говорить по-русски. В Твери несколько лет даже работал Центр подготовки детей-мигрантов по русскому языку. Интерес к нему поначалу был, но по итогу только два ребёнка из 800 прошли курс полностью и получили сертификат. Некоторые учились два месяца, некоторые учились три месяца, некоторые ходили полгода, некоторые через месяц уходили. То есть были по-разному. Причины я назвала, что у кого-то родители переезжали, кто-то говорил, что у них уже нет необходимости ходить, потому что они устроились в школу. И, соответственно, основной аргумент был получен, потому что не столько язык нужно было для родителей знать, сколько просто то, чтобы их взяли в школу. Всего из всех этих детей, которые у них учились, до самого конца, то есть с выдачи сертификата, дошло два человека. В Твери существует несколько тестовых центров, которые действуют на базе вузов, где иммигранты могут пройти тест на знание русского языка, после сдачи которого им выдадут сертификат. А он уже в свою очередь даст возможность работать, например, оформить патент. К сожалению, экспертов нормы сдачи тестов постоянно упрощаются. Самое упрощенное, самое примитивное тестирование. Здравствуйте, как вас зовут? Сколько вам лет? Откуда вы приехали? Члены вашей семьи? И то. Даже здесь это... Ну, на мой взгляд, так не должно быть. На мой взгляд, в принципе, должно быть. Раньше оно было более сложным, к слову сказать. Вот раньше, когда только начиналась система тестирования, тестирование само было более сложным. То есть, чем дальше влез, тем больше мы примитивизируем, примитивизируем и примитивизируем вот эту вот ситуацию. Другое тестирование на временное проживание более сложное. Оно дает возможность получить вид на жительство и гражданство. По нашим источникам, миграционные службы при ОМВД тоже не удовлетворены тем, как мигранты владеют русским языком. В результате некоторые новые граждане России почти не могут изъясняться на русском языке. Возникает вопрос, как это стало возможным. Елена Борисовна и сама высказывает недовольство, поскольку в этой сфере используется большое количество черных схем. Есть такое понятие, как выездные сессии. Они и решают проблему тех мигрантов, которые полноценно сдать экзамен не могут. Предположим, наш тестер, имея постоянную прописку в Тверской области, трудоустроен по факту, скажем, где-нибудь в Новосибирске. И делается вид, что якобы он ежедневно приезжает сюда на выездные сессии. Просто обход схемы. Таким образом работает официальный центр, платит за это налоги, несет все издержки, которые связаны с современным законодательством. Это все становится просто утопией. Потому что через дом может находиться площадка, которая не имеет этого ничего, и она работает вообще в принципе в серую. Достигшая широких размахов проблема детей-мигрантов в школах России могла бы и не расцвести пышным цветом, если бы родители хотели и могли ассимилироваться сами. И то же самое помогали делать своим детям. Тема легальной и нелегальной трудовой миграции, трудностях работы с детьми-мигрантов при получении среднего образования, будет обсуждаться в программе «Тема дня» в эфире нашего телеканала в среду, 7 февраля, в прямом эфире с 13 до 14 часов. Вы можете задать свой вопрос ведущему и гостям студии по телефону прямого эфира 300-190. Возрастное ограничение программы 16+.